Как с помощью соли уберечь ребенка от бед? Народные приметы. Соль обладает мощной энергетикой, которая помогает защитить дом от злых духов. Еще когда-то наши предки верили в магическую силу соли. Они клали ее под подушку, носили всегда в платке или посыпали уголки дома. Как с помощью соли оградить себя от бед и зачем класть ее под подушку, рассказываем в материале. Зачем люди кладут соль под подушку? Соль, как считали наши предки, защищает детей от злого глаза. Именно поэтому когда-то посыпали солью теми новорожденным, а иногда даже засовывали ее под шапочку или клали под подушку на ночь. Кроме того, хлеб с солью долгое время был обязательным угощением на крестинах. Соль – сильное вещество, позволяющее очистить человека от негативного воздействия окружающих. Сейчас во многих странах существует немало примет, связанных с этим ингредиентом. Как соль защищает от бед? Народные приметы и запреты. Если в доме больной, нужно дать ему выпить соли с водой. Если в доме беда, в каждый угол насыпать. Если между супругами ссора, положить мешочек с солью под подушку. Если кто-то уехал и не возвращается, бросить горсть соли в огонь. Чтобы дети росли здоровыми, добрыми, красивыми и умными, в воду для купания бросить малую щепотку. Если недоброжелатель в дом пришел, еду ему подать, той солью приправленную. Если враг посетил дом, после его ухода все следы солью присыпать. Чтобы порядок в доме был, под каждую кровать щепотку бросить. Как очистить дом от негативной энергии с помощью соли? Для начала нужно открыть все окна и двери, чтобы через них вышло все плохое. Набрать в миску или ведро воду, всыпать в нее соль и хорошо вымыть пол. Особо тщательно нужно вымыть углы, место под кроватью и шкафами. Далее следует взяться за стены, мебель и другие поверхности. В конце этого процесса промыть окна и вытереть их сухой тряпкой.